6 февраля под руководством главы города Зайнудина Акмазова в актовом зале администрации состоялось еженедельное аппаратное совещание с участием руководителей отделов и ведомств муниципалитета. Главным вопросом повестки дня стал отчёт начальника управления культуры Рамазана Чарихова о деятельности всех подведомственных досуговых центров за 2017 год. «Управление культуры города, посадка на сегодняшний день уходит в следующих учреждений, Дворец культуры «Спартак», Дорецкий центр традиционной культуры народа России, Школа искусства, Муниципально-Харагреческий ансамбль «Эхогор», Дорецкая централизованная бюллетричная система и международным датом». Управление культуры города и культурно-массовые мероприятия проводилось в соответствии с планом реализации государственной программы Республики Дагестана развития культуры Республики Дагестана до 2015-2020 годов и были направлены на сохранение этно-культурного наследия народа Дагестана, духовных и нравственных ценностей, на укрепление единства и согласия в обществе гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, на развитие культурного и торгового потенциала в городе, добрососедческих междунациональных отношений. Все торговские мероприятия имели антинаркотическую, антитеррористическую направленность и способствовали национальной безопасности». Как отмечает Чарихов, работниками учреждений культуры и искусства города ведется активная работа по приобщению населения к творчеству, сохранению и развитию традиционной народной культуры, национального фольклора по поддержке культурных традиций многочисленных народов. Для выявления одаренных детей и развития художественного творчества проводятся разного рода конкурсы по привлечению их в кружки художественной самодеятельности, хореографии, вокала, хора и театрального искусства. «В 2017 году учреждений культуры города было проведено 223 мероприятия, из них 133 детских. В осознании принадлежности к своей национальной культуре находятся крупные духовности, нравственности, вольтенственности и самобенности, личности. На реализации этих идей, то есть воспитание человека национальной культуры, направлено на работу Центра традиционной культуры народа в России. И начинается это воспитание на занятиях образцовой хореографической школы в школе действующей предцентре. В ней занимается около 400 детей с 7 до 15 лет возраста. В сентябре Центра традиционной культуры народа в России для школьников средневолшебродуктных школ номер 3 и 14 была организована обзорная экскурсия «Здравствуй, музей!» с участием деятелей искусства и культуры, направленной на профсидактику экстремизма и терроризма. В мае 2017 году вокальный ансамбль «Мелодия» городского центра культуры принимал участие в Воссталиканском телевизорном конкурсе «С песни к победе», посвященном 72-й годовщине Почти Великой Отечественной войны, которая проходила в Махачкале. Воспитательная работа с детьми и молодёжью является одним из важнейших направлений в деятельности учреждений культуры. С целью патриотического воспитания и вовлечения молодёжи в творческую деятельность также проводятся конкурсы между учащимися средних общеобразовательных учреждений. Программу мероприятий, направленных на предупреждение угроз распространения в обществе идеи экстремизма, терроризма и наркомании, в культурно-досуговых учреждениях предусмотрены различного рода выставки, театральные выступления. «Все не стремимся к тому, чтобы содержание и формы работы средней молодёжи были интересны и разнообразны. Особым успехом привлечения молодёжи в кружки занимаются в учреждениях культуры. В настоящее время действует 33 площадь, а потом более 1238 детей. Я работаю с населением, направленным на предупреждение угроз распространения в обществе идеи экстремизма и терроризма и наркомании в культурно-досуговых учреждениях придумать систему совершенствованной формы и методов клубной работы. В актовом зале Муцбана-Харагерского ансамбля «Эхо-Гор» прошла предвижная выставка трагедии терроризма. В апреле в клубе виртуальных путешествий в Центре традиционной культуры и культуры народа России прошёл конкурс презентации на тему «Досугая для всех, кто в ней живёт. Народи нашего края – наркотики и терроризма, паутины зла, море многонациональные кавказы». В досуговых центрах города на постоянной основе проводятся различные конкурсы, а некоторые уже на муниципальном уровне, приуроченные к различным событиям и знаменательным датам. И, как отмечает докладчик, число желающих принимать участие ежегодно возрастает. В завершении своего отчёта Рамазан Чарихов подчеркнул, что в 2018 году Управление культуры планирует провести все календарные праздники и другие общегородские мероприятия на качественно высоком уровне с учётом недоработок прошлых лет.